Добрый день, друзья! Вы на канале Александр Винокуров и мой подписчик меня попросил разобрать и показать аппликатуру песенки «Посвольный перед рынком». Значит, кто уже знает, у меня есть такой подраздел на канале, я отвечаю на эти вопросы и сегодня я с большим удовольствием это представляю. Эта мелодия написана в ля-миноре натуральным. Она ничем не отличается от до-мажора, и поэтому мы должны с вами, чтобы сначала эту песню разобрать, сыграть вот такую ля-минор от ля. Была ля-си-до-ре, вторая октава, пол дырочки вот тут, ми-фа-соль-ля. Эту гамму мы освоили с вами, и тогда мы можем перейти к нашей мелодии. И в этой мелодии есть две части. Она написана в трехдольном размере, и начинается как бы она с такого ауф-такта, за-такта, где есть восьмушка, нотка ре, и треоль, ре до си. И потом начинается основная мелодия. Послушаем сейчас за-такт и первый такт. Вот первая наша мелодия. Какие же это нотки? Ре, Ре, До, До берется вот так, средним пальцем и большим зажимаем, Си. Вот Ре, До, Си это будет триоль. Значит, сначала у вас была Ре, была восьмая, потом Ре, До, Си, триоль, значит, тынуть на один удар, и потом До и Ля. До мы берем средний пальцем и большой, и Ля мы закрываем два пальца и большой. Эта мелодия, она будет в этой песне повторяться, и как лив мотив получается. Слушаем ее. Ещё раз слушаем ее. Дальше будет Ля, Ре, и снова она повторяется. Как мы видим с вами, поменялся размер. Получается Ля, Ля, Ре, это были у нас восьмые, а потом четыре восьмые. Ре, До, Си, Ре. Ре берется средним пальцем, больше ничего не берем. До, закрываем ещё большой палец, получается До, Си. Мы закрываем большой палец и указательный, и опять Ре, только средний палец. Получается Ре, До, Си, Ре. И снова наша триоль, уже нами известная, Ре, До, Си. Играю вам этот такт. И получается конец, добавляется ещё Си, Соль. Си у нас большой палец и указательный, и Соль у нас большой палец и три пальца. Си, Соль. И мы заканчиваем на тоненькие, на нотке Ля. И вот эта мелодия повторяется ещё раз. Играю ещё раз, и по моим пальцам вы можете на неё смотреть. Си, 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 Мы добавляем, закрываем по дырочке, да, эти по дырочке мы закрыли и получилась нотка Ми, да, пять пальцев закрываем, Ми, Ми, Фа, будет так же, как и малая, ну как бы первая октава, только закрываем по дырочке, Ми, Ми, Фа, Ре, Ми, Ре, и снова нашу триоль, Ре, До, Си, До, Ля, Ауфтакт, Ля, До, Ре, И пошла уже опять наша тема, которая была в начале, когда мы помним, Ре, До, Си, До, Ля, да, это с того, с чего начиналась наша мелодия, да, то есть идет просто повтор первой части, да, значит, был у вас такт, который, были нотки вверху, Ми, Ми, Фа, Ре, Ми, и потом пошла Ре, Ре, До, Си, До, Ля, Ре, и пошла первая часть. Еще раз Ми смотрим. Берем дыхание, и треволь, как сначала. Снова Ауфтакт, Ля, До, Ре, и повторяем эту часть. Дыхание, Ре, и треволь, Как видим, да, у нас все время идет эта мелодия, которую я сейчас вам сыграл, и мы должны просто ее выучить. Значит, она первая, да, мелодия первой части. Сейчас я просто вам буду ее играть, и вы ее слушайте, и на слух, да, очень важно, если мы не знаем какую-то мелодию, мы открываем YouTube, находим ее, и начинаем ее слушать, потому что нам нужно понять этот ритм. Вот так она звучит, да? Мы запомнили, она у нас будет сейчас в начале первой части, и также будет в конце второй части. И еще другая мелодия есть, да, это Ауфтакт в той части, но она идет вверху, где полдырочки. Вот такая короткая мелодия, и потом снова идет первая мелодия. Очень важно нам после триоли не торопиться и играть хорошо четверти, или же после триоли и перед ними играть восьмые. Вот тут есть такой такт, допустим, когда мы играем восьмые, а потом приходят на триоли. Вот этот такт. И все восьмые должны быть очень ритмически сыграны, нельзя их спешить. А четверти нужно пропевать. Слушаем еще раз. Сначала Ауфтакт и триоли. Дыхание. Дыхание. Вот сегодня я пытался для моего подписчика разобрать по тактам, по мелодии эту несложную, мне кажется, песенку. Вас вовремя будет ринкен. И если у вас есть какие-то вопросы, вам трудно, пожалуйста, остановите видео и просто смотрите, как я по пальцам это делаю, и у вас получится. И пойте, да, слушайте мою мелодию, постарайтесь ее пропеть и сможете ее подобрать вот именно на флейте, даже не имея перед собой нот, или, допустим, можно их найти также в интернете. С вами был Александр Винокуров, преподаватель по духовым инструментам. Сегодня была блок флейта. Продолжение следует...